Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жила в гражданском браке с парнем, были скандалы и ссоры из-за того, что человек выпытывал свою правду и лез везде. Телефон, ежедневник, расспрашивал про прошлое, инстаграм и так далее. С моей стороны была ошибка говорить с ним откровенно, боялась ему врать. Мой ответ, что я не хочу об этом говорить, его не устраивал. Вскоре из-за постоянного контроля, недоверия, поводов реальных не было, скандалы становились чаще и с запугиванием. Иногда даже поднимал руку, когда я начинал говорить о том, что со мной не стоит так обращаться. Я такой человек, что ухожу от скандала, потом разговариваю без эмоций, но в данном случае так не получалось из-за того, что человеку нужны были выяснения. Закрывал дверь, прятал ключи, чтобы я не ушла. Крепко говоря, человек сам по себе хороший, отношения его очень припятные и поступки, но когда ссоры из-за несуществующих проблем его накрывают. Прошел год, как мы расстались. На протяжении всего времени делаю поступки, чтобы все вернуть. И только сейчас я задумываюсь, что может действительно все будет по-другому. Говорит, повзрослев, много осознатал, но у меня есть страх. Он согласен на многое, чтобы решить данную проблему. Например, не торопит меня, не требует ничего. Готовь идти к семейным психологам вместе и по одиночке, чтобы проработать данные ошибки. Подскажите, я не знаю, как мне быть и хочется попробовать ценного, так как человек дорог и очень много страхов и переживаний, чтобы все повторить. Юлия, ну, собственно, вам предлагают идти к семейному психологу, так идите, ну, то есть, сходите к семейному психологу, проработайте те моменты, которые у вас есть. Как-то вот непонятно, вам предлагают обратиться к психологам семейным, а вы вместо того, чтобы обратиться, да, к семейным психологам. Вот, вы вместо этого, получается, обращаетесь сюда и спрашиваете, как вам поступить. Как бы здесь, ну, как-то несколько логика не ясна ваша. Дальше, давайте по порядку разберём ваш вопрос, на чём. Желаю в грацистской бреке с пятным, почти вы. Ну, гражданский брак, это не брак, это сожительство, по сути. По сути, вы сожительствовали мужчины. Вот. Это неплохо. Вопрос просто немножечко в том, отдаете ли вы себе отсчёт. В том, что вы именно сожительствовали. Потому что одно дело, если да, всё супер, другое дело, если нет. Потому что это разные вещи и несколько разные здесь последствия, ну, получалось. Несколько разные последствия. Так что это первый момент. Второй момент. Из каких ценностей, из каких мотивов вы соглашаетесь на сожительство с мужчиной? Вот. Я бы обратил внимание на это, потому что, как мне кажется, довольно важно на это ваше внимание обратить. Вот. Понимаете, да? Дальше. Были скандалы и сыры из-за того, что человек выпитывал правду и лезь везде. Правда о чём? Как-то вот здесь вы до сути не доходите. Нет. Конечно, можно догадаться, что вы имеете в виду. Можно. Можно догадаться, что мужчины ревнуют. Человек не уверен в себя. А вы склонны чувствовать вину. Но вы-то сами не сказали, что за правду ему была нужна. Дальше. То, что он лезь везде. Телефон, ежедневник, расспрашивал про прошлое, инстаграм. Это ведь не сразу появилось. Ну, то есть, вряд ли. Сразу, прямо, сходу, человек начал так делать. Лично я думаю, что он это делал постепенно. И постепенно нарастала вот эта история. А вы, как мне кажется, позволяли этой истории нарастать почему-то. Дальше. С моей стороны была ошибка говорить неоткровенно. Почему? Ошибка говорить откровенно является... Откровенный разговор является ошибкой тогда, когда человек сам не до конца принимает то, о чем он говорит. Почему же с вашей стороны это была ошибка? Боялось ему врать. Мой ответ, что не хочу об этом говорить, его не устраивало. О чем говорить? Почему боялись врать? Вскоре из-за постоянного контроля, недоверия, поводов реальных неба на скандалы становились чаще. Но в скандалах участвовали и вы. И с вашей стороны так же был и, вероятно, остается вклад в эти скандалы. То есть, с одной стороны, вроде бы вы говорите, что я такой человек, я ухожу, а скандал. А с другой стороны, вы говорите, что у вас не получается с ним так. А человек один скандалить не может. Дальше, иногда поднимал руку, когда я начинал говорить, что со мной не стоит так обращаться. И это очень болезненно. Не только физически, но и психологически тоже. Я такой человек, что ухожу от скандала, а потом разговариваю без эмоций. Но в данном случае так не получалось. Из-за того, что человеку нужны были выяснения, закрывал двери, прятал ключи, чтобы я не ушла. Здесь как будто бы очень много власти над вами у человека. И дело не в нем. Дело в том, что вы эту власть ему сами отдали почему-то. Кратко говоря, человек сам по себе хороший и отношения очень трепетные поступки. Понимаете, в контексте того, что вы описываете, он действительно может быть трепетным. Но его трепетность может быть связана именно с этим. То есть, что такое трепетность здесь? Да? С учетом ревности и так далее. Идеализация. Вас идеализируют. И не принимают, что у вас есть прошлое. Соответственно, если вас идеализировать перестанут. Примет прошлое. Но и трепетное отношение к вам не будет. В какой степени? И вопрос. Вам сам человек дорог или нравится его трепетное отношение к себе? Вы самого человека хотите сделать счастливым? Или вас привлекает именно что его трепетное отношение к вам? Потому что это оборотная сторона того, что вы описываете. Дальше. То есть нельзя, чтобы человек изменился с одной стороны и не изменился с другой. Я имею в виду. Прошел год. Как мы расстались на протяжении всего времени делать поступки, чтобы все вернуть. Опять же, здесь вы в некой пассивной позиции находитесь. Он делает поступки, чтобы все вернуть. Что именно все? Не совсем понятно. Только сейчас я задумывал, что может действительно поступить по-другому. Без ваших изменений его вряд ли. А почему вы задумались именно сейчас? Что-то произошло? Что натолкнуло вас на подобную мысль? Говорит, повзрослел и многое осознал. А, например, у меня есть страхи. С ними можно поработать. Он согласен на многое и обращает данную проблему. Для торопки мне не требует ничего. Готовьте к семейному психологу вместе. Так идите. 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 Записывайте. Прямо здесь можно назвать, в чем проблема. Подскажите, я не знаю, как-нибудь. Ну, сходите к психологу-то вместе с ним сначала. Там видно будет. Хочется попробовать заново. А вот что именно хочется попробовать заново? Понимаете? У меня нет ощущения, что вы хотите его счастливым сделать. По крайней мере, мне кажется, это не на первом месте. У меня есть ощущение, что вы хотите чего-то для себя. Понимаете? Какая штука. Вот. Ну, в целом, я порекомендовал изучить треугольник Карпмана. И психологическую игру «Скандал». Вот. Это важно. Для понимания общей картины того, что с вами происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...